Виталий Минчук Виталий Сергеевич у нас еще и заместитель Председателя Самарской губернской думы И руководитель фракции КПРФ Да, совершенно верно Насколько я помню, вот эти вот темы Графа против всех и явка Они активно избрались еще в Государственной думе В 2011 году, тогда с правороса поднимали Ну и КПРФ, разумеется Вот сейчас опять, уже после единого дня голосования Вопросы снова подняли И не только в нашем регионе Я помониторил ситуацию, обсуждают И в Санкт-Петербурге обсуждают И в общем по всей России Что я могу сказать Действовал ранее закон до 2006 года Потом и отменили Я вспоминаю выборы 2003 года В Госдуму Когда у нас по Тольятти Я сам тольяттинец, мне ближе примеры Вот они, тем более сейчас выборы Прошли в Тольятти Есть с чем сравнивать Тогда 11% против всех проголосовало Следующий год, 2004 Выборы мэра На втором этапе, когда два претендента осталось Пришли избиратели 14,5% проголосовало против всех То есть люди отложили свои личные дела Ножкой проголосовали Выполнили честно свой гражданский долг Это и явка Это позиция, которую им предоставил закон выразить Но в 2006 году их этого лишили Реакция сегодня какая Во-первых, это сказалось на явке Всего 28% мы избрали Законодательный орган города Тольятти Это по сути, если кто набрал даже 40% За него проголосовало Менее 10% избирателей этого округа Вот вам, так сказать, вопрос легитимности Если мы все сегодня печемся о том Чтобы заинтересовать избирателей Он пришел на участок И проголосовал, и выбрал Свой депутатский корпус Законодательный орган То давайте всеми средствами возможными Привлечь мы должны туда На избирательный участок Поэтому были у нас и выборы И до выборов в 2009 году Где 13% проголосовало Это избирали депутаты Самарской, Губернской думы В этом обстановке говорит о том Что нужно все сейчас сделать В том числе и ввести эту графу Вот я только хотел сказать Что это, наверное, все-таки один из рычагов Один из рычагов Потому что самое главное Это самосоздание пробуждать И объяснять людям, что ребята Вы сейчас отсиживаетесь Отсиживаетесь, на выборы не ходите Потом выбрали непонятно кого А вы ходите на митинги и кричите Нам не нравится И о пороге явки О пороге явки мы тоже говорим Правда, сейчас в Госдуму Подали законодательную инициативу Кто-то из депутатов Сейчас, не помню, Иванов, по-моему Нам это известно Там 50 порогов Ну, мое чистое мнение Моих коллег о том Что, конечно, это неизбыточная мечта Что 50 А 20% Это тот минимальный Который мы уже проходили когда-то И нужно хоть какой-то шаг в этом направлении Поступать не сделать Поэтому из этой инициативы вышли И еще один момент Который обсуждался у нас буквально на днях В комитетах двух Я представлял с коллегами Законопроекта Это голосование на дому, так называемое То есть неизбирательная участка Значит, мы видим Мы видим, что много здесь Инсинуаций всяких Нарушений законодательства Наблюдатели об этом говорят И протоколы, и подтверждения факта есть Поэтому мы говорим о том Что нужно сегодня документальное подтверждение Определенных позиций Чтобы уменьшить возможность Фальсификации голосования дома В одном из регионов В августе месяце проводились выборы На одном избирательном Я сам показательный, пожалуй На одном избирательном участке Стационарно проголосовало 326 избирателей А в ящике переносном С помощью урны переносной 337, еще больше, чем на участке Хотя эти дома в радиусе 300 метров Находились от избирательного участка То есть вот вам Как один из поводов Повод задуматься Я бы так сказал Насколько мне известно В принципе коллеги согласились Но дальше обсуждение Дело не пошло Потому что там Приблизительно то же самое Эти же вопросы поднимаются В Государственной Думе Ну немножко не так Я здесь поясню Мы вышли с инициативой Нашего законодательства Там целый ряд законов Самарской области Но мы увидели Нас убедили И прокуратура И Сберком То есть люди, которые Организации, которые к этому Имеют отношение Самый прямой Пояснили Мы согласились с этим Что сейчас законы Самарской области Нам нужны проекты Законодательных инициатив Отставить в сторону А заняться федеральным Почему? Потому что пока федералы Не приняли У нас противоречия Чтобы этого противоречия Не было Сам подход Сам механизм Одобрен был Не отвергнут А мы будем продолжать Работать над федеральным Государственную думу А там уже смотреть Что решат в Москве Совершенно верно Вот Ну, в принципе Я с вами соглашусь Хотя вот Я знаю Что не все И политологи И эксперты Соглашались Вот С вашими доводами Я так Помониторил ситуацию Вот, например Что говорят С момента отмены Графы против всех Прошло несколько лет С тех пор Происходили самые разные Колебания и явки Например, на региональных выборах Марта 2011 года Наблюдали заметный Рост явки избирателей Поэтому здесь По-разному Госвыборы Федеральные органы И муниципальные Это разные И муниципальные Это разные вещи Да, их лучше не сравнивать Это не сравнивать Да В принципе, я думаю Вы правы Да Графа должна быть Да Но здесь я еще бы добавил Что опять выборы 8 сентября показали Нельзя в сентябре Проводить выборы Сейчас Михеев Представил в изборком Заявил Что я буду У своего главного шефа В Москве вопрос поднимать А переносится на октябрь Но мы это же проходили уже И мы Наша фракция В Госдуме Этот вопрос давно поднимала Коллеги и другие Поддерживали Нельзя Вот надо было На грабли наступить Обжечься На колодце А потом Значит все-таки Идти к здравому смыслу На октябрь И где-нибудь Даже не на вторую На третью неделю Уже и дача И все тут закончится И спокойно Люди могут приходить И здесь мы параллельно Сейчас вносим Мы тоже Такую законодательную Инициативу Сейчас вносим И кроме того Выборы тоже 8 сентября показали Что в период времени С 20 до 22 часов Вот эти последние 2 Это тоже как Своего рода 2 часа тишины Избиратели Это в лучшем случае 0,5% приходит Поэтому нет Необходимости Стязать Участковую комиссию Значит весь Корпус наблюдателей Которые там Потому что выборы У нас есть пример Федеральный В декабре 2011 года До 20 часов Все нормально Поэтому сейчас С этой инициативой Буквально В понедельник Подпишу от фракции Эту законодательную инициативу Мы подготовили Чтобы выйти И выборы До 20 часов Проводить И на местном уровне Ну да Наверное вы правы Хотя знаете Сейчас вот о чем поговорили Вот начали Опять вот Графа против всех Да Конечно она должна быть Мы с вами согласились Я только знаете О чем подумал На мой взгляд Вот К сильному увеличению Явки избирателей Вряд ли стоит ждать Потому что Не надо сравнить Мне кажется 2003 год И 2013 По той простой причине Что сейчас на выборы Не ходят либо очень аполитичные граждане Которым все равно Им Есть эта графа Или нет Они по любому Не пойдут Либо люди Которые Вообще не верят В подсчет голосов Вот Их как угодно Можно убеждать Что считают правильно Да Они вот Ну не верю я И все И он Тоже Я с вами частично Соглашусь Но все таки Если я пришел И хочу все таки Гражданский долг выполнить Я не случайно вам Эти 14 процентов Пусть это В 2004 году было А вот в этом отношении Немного изменилось Только еще узурпированы Вот эти вот Еще обстоятельства Которые влияют На фальсификацию Значит выборов К сожалению Но Сейчас что делать Когда люди приходят Это право лишены А он не хочет Вот в этих кандидатурах Он не видит своего депутата В округе Он что делает Он или в двух Квадратиках галочки ставит И бюллетень становится Каким? Да Недействительным И действительным Или берет И все зачеркивает Это как своего рода протест А тогда Бюллетень считался Это тоже Опять И яфта была бы другой Тогда официально Ну да Соглашусь Хорошо Что еще интересного у вас? Значит мы Сейчас вот Никак Пока до ума не доведем В сентябре месяце Будем заниматься Значит весной Этого года Естественно Проблема Дана нашумевшая Вы знаете о ней Население Это закон о детях войны Значит Такая организация Была зарегистрирована Федеральным уровнем Еще в июле Прошлого года 12-го Целый ряд регионов Приняли такой закон Мы тоже с этой инициативой Вышли В числе Инициаторов И я в то же время На комитете по Здравоохранению Социальным вопросам Докладывал я Об этой инициативе Суть в чем Чтобы превронять Детей войны Сегодня к льготникам Чтобы медицинское Обслуживание Другие вещи Так сказать Их коснулись Их все меньше Меньше становится И не на первый план Мы ставим А уже где-то на второй На третий Чтобы в течение года Ежегодно вернее 9-го мая Ну как подарок определенный По тысяче рублей В Ульяновске там 500 рублей Нам противники Говорят оппоненты так Че вы с Ульяновской области Сравните У них бюджет не тот Ну у них и Вопрос решен Давно кстати Пусть 500 рублей Мы побогаче Давайте тысячу сделаем Это люди Мы им должны Благодарны уже быть За то что они выжили В это время Это уже Подвиг Потом детство потеряное Стояли мальчишки Значит там Возраст 14-13 11 лет У станков Значит ящики им Подставляли От патрона Чтобы они на станке Хоть что-то для фронта делали Насколько мне известно Проблем-то особых нет С этим предложением Нет Дело в том что прежде чем выходить с этим Мы решили все-таки Обеспечить нашу законодательную инициативу Желанием самих детей войны Мы сделали это с весны где-то с марта С апреля Мы просто значит попросили Согласный Несогласный Перечень Заявлений Значит они приходили к нам В партии В приемные Депутатские И порядка Уже более 60 тысяч Избирателей Нам такие заявления написали Но иногда подставляют Ага вот коммунисты Пообещали по тысяче рублей Дать завтра Послезавтра Ловить и не дали Для того чтобы выходить Законодательную инициативу Нужно было понять Вообще-то почву она имеет или нет Мы ее увидели В Самарской области Поэтому мы вышли Но к сожалению Эта инициатива сейчас Ее заморозили слишком С марта месяца Отраслевики Отраслевое министерство дает Нам нужно проработать Проработать уже 6 месяцев Я надеюсь что сейчас В сентябре месяце Мы все-таки вернемся к этому вопросу Будем будировать как инициаторы И надеемся что все-таки Мы отдачу положительного плана должны Понятно Но в принципе идея-то в общем-то хорошая Я не думаю что Действительно с этим будут какие-то проблемы Тем более я помню Будем надеяться Да этот вопрос обсуждался Многократно И в средствах массовой информации Об этом говорили Я думаю что Правильное или положительное решение Будет принято И еще одна инициатива О которой я просто не могу молчать Тем более это меня подвигло Последнее выступление Степашина Последнее Не случайно говорю Значит На Государственной Думе С отчетом Когда он сказал Что миллиарды рублей Сворован Растащены И куда мы катимся Так вот Мы еще весной месяцы Кстати я один из инициаторов Внесли предложение На федеральный уровень Выйти законодательные инициативы О внесении изменений в статью 104 Прим так называемый Уголовный кодекс Российской Федерации Сегодня за взяточничество Там предусмотрены две Всего статьи Мы расширяем Еще 13 добавляем За что можно было конфисковать При вот таких нарушениях Значит Комитет посмотрел Наш по законодательству В общем-то одобрили Но решение приняло такое Что нужно заручиться Вернуться к этому вопросу После того Как получим заключение Необходимых органов Которые к этому имеют отношение Мы получили от Стерлигова Положительное Поддерживают они Значит И даже замечаний там у них не было Вот Генеральную прокуратуру Вот недавно мы получили Тоже не отрицают А заботчатство Ваша понятно Но преждевременно Несколько Мы считаем Что сегодня Те меры Которые законодательством Действующих предпринимаются Это достаточно Ну здесь честно говоря Мы не можем согласиться Понятно Хорошо Когда достаточно мер Тогда наверное результат Совсем другие Но должно быть больше А сегодня уже Анекдот уже ходит По бывшему министру обороны Вот у нас в столетии В газете прочел С обучреждений Значит Особого знака Почетный свидетель Российской Федерации Получил его Бывший министр обороны Почетный свидетель Российской Федерации Народ у нас Быстрый Быстрый С бывшим министром обороны Там все понятно Фигура та еще Свидетели ходят Та еще Хорошо Спасибо Виталий Сергеевич Сегодня время подошло К концу Вот Спасибо вам большое Программа О чем говорят Смотрите нас на канале Губернии Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова